На острове Татышек в Красноярске появился световой тоннель. Арка, которая переливается всеми цветами радуги, установлена сразу перед входом на Вантовый мост. Это не первый подобный объект столицы края. Светящимися коридорами украшали площадь революции перед новогодними праздниками. Похожие тоннели есть и на перекрестке улицы Ладоги-Цхавели с проспектом Свободный. Горожанам разноцветной арки полюбились в качестве эффектной фотозоны. Настоящий коллапс на трассе случился в Нижнеингарском районе. На подъеме в гору в районе поселка Тины встали десятки фур. Водители, которые попытались объехать гигантскую пробку, разместили видеозапись в интернете. На кадрах видно, что движение парализовано. Как нам рассказали в местном отделе ГИБДД, ситуацию спровоцировал не гололед, как это обычно бывает зимой на трассах, а крутой подъем. На этом участке дороги снегоуборочная техника работает постоянно. Наготонники взбирались в гору с приличной дистанцией, чтобы не допустить аварий. Банда грабителей из Новокузнецка приехала в Красноярск за легкой наживой, однако вскоре попала в руки полиции. Трое мужчин сначала угнали в столице края машину, а после отправились взламывать банкомат, в котором было почти 5 миллионов рублей. С помощью подручных средств они попытались вскрыть устройство, но злоумышленников спугнула сигнализация. Позже они попытались провернуть такой же трюк в Кемерове, но вновь безуспешно. Неудачливых грабителей вскоре задержала полиция и отправила под стражу. В Красноярском микрорайоне Солнечный очевидцы заметили настоящего принца на белом коне. Рыцарь Валой Мантии эффектно проехал мимо высоток и скрылся в неизвестном направлении. Кто является дамой сердца колоритного персонажа, местные жительницы гадают до сих пор, обсуждая появление сказочного принца в социальных сетях. Редактор субтитров А.Семкин